и снова здравствуйте мои уважаемые зрители на дворе у нас заканчивается 22 марта и сегодня мой выпуск будет особенный да я знаю что вы все ждете военной сводки но та тема которую хочу посвятить данный выпуск намного более важно чем очередная военная сводка дело в том что я сегодня общался с людьми которые занимаются переводки гуманитарки на подконтрольный российским войскам территории украины в данном случае это южное направление с территории крыма и мне люди рассказали просто дикие вещи причем я получил эту информацию сразу из нескольких источников у меня складывается впечатление что некоторые российские органы до сих пор живут в режиме называемом на украине ничего не случилось например для того чтобы доставить гуманитарную помощь на территории украины если это не идет по линии официальных властей ты должен все это вывести как товар на экспорт соответственно оформлением всех таможенных деклараций ну соответственно когда люди с этим сталкиваются они разводят руками и дальше ничего не могут сделать но это еще пол беды понимаете я столкнулся с еще одним диким сегодня случаем а я хочу вам сказать что сегодня проблема и в бердянске например и в мелитополе с учетом того что огромное количество беженцев уйдет сегодня с мариуполя просто аховое огромное количество людей временно размещены в этих городах и соответственно они тоже хотят кушать это резко усугубило ситуацию с продовольствием и соответственно те официальные гуманитарные конвои которые идут сегодня в эти города они не справляются так вот какой дичью я столкнулся люди уже сами договорились с крымскими производителями что они дадут сырье для производства продуктов питания на освобожденных территориях но на вывоз этого сырья тоже нужны соответствующие разрешение потому что это внешне торговая операция потому что таможня российской федерации не получила никаких инструкций по этому поводу и меня вопрос уже к руководству таможенной службы российской федерации извините у меня нет ваших телефонов я не могу вам напрямую дозвониться я понимаю что если я буду обращаться по инстанциям то это будет еще очень и очень долго спустите вы на низ хоть какую-то бумажку чтобы решили эту проблему потому что иначе будет беда потому что официально новые власти городов говорят о том что вот налаживается экономические отношения нормальные экономические отношения с регионами российской федерации а по факту этого ничего нет потому что этим регионам российской федерации не спущена соответствующая бумажка я не вижу например никакой беды если сегодня например российские регионы будут экспортировать без всяких таможенных оформлений первую очередь продукты питания продукты первой необходимости для людей на территорию украины тем самым упрощая ситуацию гуманитарном плане и решая проблемы социальные и решая проблемы лояльности населения потому что как бы не рады были жители тех или иных регионов освобождение от бандеровского режима но когда им нечего будет кушать у них начнут возникать вопросы вернее у них уже возникают вопросы почему так происходит и таким образом успехи российской армии например на том миллионном направлении могут быть очень быстро сведены к нулю на самом деле ситуация выглядит именно таким образом и решать ее нужно очень и очень быстро именно по этой причине я и записываю данное видео на этом по этой теме у меня все до свидания